Бюллетень газированных вод 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 И кофеина больше И всех сопутствующих энергетических компонентов Так у нас есть энергетики Маскирующиеся под доктора Пеппера Под колу И вот теперь под лимонад В данном случае, наверное, под спрайт Попробуем Друзья, не отличить по вкусу от спрайта Это практически один в один спрайт Может быть, не такой сладкий Потому что в спрайт сейчас и в Севена И в Маунтинью И много куда Вместо сахара добавляют всякие разные подсластители Аспартам Ацисульфам, калия И же с ними, что вредно Гораздо вреднее, чем ставят добрый обычный сахар Или, скажем, глюкозофруктозный сироп Не так даже вреден, как эти подсластители Хотя, конечно, он тоже менее предпочтительен, чем сахар И американцы, например, любят заказывать газировку из Европы Где сахар, а не сироп Вот какая экзотика Мы переплачиваем за банки американских газировок А они за европейских Ну, экзотика Для нас, для них Так или иначе Вот даже мы недавно разбирали энергетик Сова, который маскируется по вкусу под наш Байкал И, в принципе, наверное, это правильно Мы привыкли к определенным вкусам И просто хотим добавить функциональности в эти напитки Зачем покупать такую же газировку Которая дает нам только вкус и, так сказать, эстетическое осложнение Если можно, может быть, и заплатив больше, но получив и заменить, например, кофе, чай И что-то, что может нас взбодрить и наполнить энергией все-таки, да В этом и смысл функциональных напитков Поэтому я думаю, что эта тенденция неплохая сама по себе Но, может быть, дискуссионный вопрос А, может быть, выпускать такие напитки под оригинальными брендами Не называть это Бёрн Лимонный Лед А назвать это, например, Спрайт Энерджи Почему нет? Или сделать Доктор Пеппер энергетический Настоящий, чтобы другие не копировали И Байкал тоже Это любопытная идея, на мой взгляд Но что касается этого Бёрна Он действительно качественный Он почти неотличим от вкуса По вкусу от Спрайта Он действительно бодрит Ну, не так, чтобы прямо, наверное, фонтаном Но, ну, скажем так На тройку с плюсом А это неплохая оценка Все-таки тут и кофеин поменьше, чем в Рэдбуле, допустим И он пьется гораздо лучше, чем в Рэдбул И он пьется даже меньше, чем в Рэдбул Который по вкусу похож на Рэдбул А по цвету на марганцовку Поэтому я думаю, что Бёрн Лимонный Лед Это отличный выбор Это вообще возможность вернуться к лимонадам Получать не просто лимонную водичку А лимонную водичку с кофеином Это же здорово Разве не было социального запроса, так сказать У потребителей энергетиков на такой продукт По-моему, был Поэтому я рекомендую вам Бёрн Лимонный Лед Но, конечно, по акции Потому что все-таки без акции Даже несмотря на все его достоинства Он, может быть, столько и не стоит И мы, может быть, немного переплачиваем за бренд За стандарты качества Кока-Колы И так далее Но стоит брать Потому что тут нет вредных заменителей Сахара Есть кофеин И таурин И даже инозитол Витамин В12 Стандартный состав Поэтому моё мнение А Бёрн Лимонный Лед В целом позитивное Без фанатизма Без преувеличений Хорошая энергетика Такое на сегодня резюме Не забудьте подписаться на канал И поставить лайки С вами была рубрика Бюллетень без ровных вод Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»